Меня зовут Сумина Галина. Я закончила Санкт-Петербургскую академию в 2010 году в мастерской Андрея Дмитриевича Андреева. Я работала в антрепризной компании «Эрмитаж» лет 5, наверное, в Санкт-Петербурге. Переехала в театре, не работаю здесь, а в кино снимаюсь, ну, постоянно теперь уже. Я могу мгновенно учить текст. Просто я могу посмотреть на лист, ох, я все запомнила. Раньше у меня такой способности не было. Я всегда страдаю. Я всегда плачу. У меня дети всегда, у меня забирают детей, или там, или я усыновляю, или я не могу иметь детей. В общем, всегда женская трагедия такая невероятная. А мне бы очень хотелось сыграть комедийные какие-то роли, яркие. Эти все сплетни, эти все кто что играет, а это борьба за роли. И вот это я не могу, это вообще, это не для меня. Я очень люблю честных, добрых, открытых. Я отрицательная героиня? Да, да, да. Однажды я вообще там убила 5 человек. И маленького ребенка. Мне кажется, у меня так много там всего сидит, чего я не могу показать в том, в чем я играю сейчас. Вот, например, Анну Каренину я бы очень хотела сыграть. Я просто безумно влюбчивый человек. Я люблю так состояние влюбленности. Оно у меня просто... Это было смешно. Один раз я стояла у метро с табличкой «Хочу замуж». Может, там такие смешные, ко мне подходили мужчины. Это был очень смешной выпуск, да. Вообще, если бы я была мальчиком, меня вызывали Кузьма. Значит, я там обмазываюсь кровью, что-то там падаю. У меня это... Просто зачем? Блин, зачем ты это делаешь? Как бы... Просто разбери внутреннее. Когда ты что-то такое серьезное переживаешь, то ты вообще по-другому начинаешь потом смотреть на проблемы, на этот мир. Тебе кажется, все таким пустяком. Ну, как бы все-то так неважно. Ну, да, они взяли меня сейчас в этот проект. Ну, я... Главное, что я жива, здорова. У меня руки целы, ноги целы. У меня все целы. Почему это со мной происходит? Почему... И у тебя сразу такой вопрос. Почему это со мной происходит? За что? В чем виновата? А потом ты начинаешь просто переосмысливать и думаешь, надо задавать вопрос не почему, как бы это, а... Не за что, а почему. Ищи... Ищи в этом... Для чего это? Я просто стала глубже и... Как-то вдумчивее. И вот это вот мне, если говорить о страданиях и о драме, мне есть что сыграть. Не знаю, я просто очень люблю свою работу. Я люблю делать ее честно. Я... Я фанат, наверное, этого дела. Я люблю фанатиков такие. Прям. Но мне иногда все равно бывает очень сложно при первой встрече какой-то раскрыться полностью, потому что меня очень тяжело подпускает к себе новых людей. И вот иногда мне просто не хватает вот еще бы... Вот второй встречи, например, или третьей, чтобы человек там разглядел или понял, что я то, что ему надо.